ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я думал, у тебя тяга к жизни, а ты его так, через окно. Даже не думай прыгать, Серега. К колени не те, далеко не убежишь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Серега, я как друга тебя прошу. Давай назад. Хотел бы сказать, что рад тебя видеть. Не при таких обстоятельствах. Это да. Да, Серега. Думал, всех обманул. Светке ничего не сказал, чтоб ее горе было правдоподобней. Сам объявился к ней только после нашего допроса. Сделал все в бане, потому что знал, что... районной полиции такое дело не по зубам. Похищение, флешку, все придумал, чтоб труп проверять не стали. Слушай, как там эти районные говорили, все ж понятно и так, да. На висяк рассчитывал. Сам думал, с лямом свалить по-тихому. Только вот Светка позвонила старому другу. Серега, не молчи, я тебя прошу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, как хочешь, молчи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все же так понятно. Некогда честный следак чистяков. Во времена, когда менты деньги брали за то, чтоб заяву принять, ты по-честному помог одному коммерсу. А коммерс, как достал шишкой, взял тебя на работу. Только вот что-то пошло не так. Все перегрызлись из-за украденного миллиона. Никто ни с кем не грызся, понял? Это был тупой шантаж. Программист этот кардиостимулятор Павлу взломал. Пару раз его чуть на тот свет не отправил, а потом потребовал миллион. Узнал, что Паша там мутился счетами. Дал ему сутки. Так Паша ему заплатил, а эта тварь его все равно убила. И концы ввода. Ну, а ты в деле был? Как ты узнал? Ты же тогда уже уволился. Паша мне позвонил, о помощи просил. Ну, и я и вычислил. Чтоб взломать этот стимулятор, надо же быть где-то рядом. Ну, значит, кто? Программист. Узнать про мутки со счетами нужен уровень доступа. Только опоздал я с моими расчетами. Паша все равно не спас. Тогда ты понял, что за украденный миллион будет отвечать покойный директор. А единственным, кто знал об этом, кроме него, это был программист. И если выдать труп программиста за себя, никто ничего не узнает, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, ты не отомстить хотел. Тебе денег захотелось. Захотелось. Знаешь, Олеж, захотелось. Я всю жизнь прожил честно. А перед смертью хотел жене и сыну хоть что-то оставить, чтобы они не жили в такой нищете, как я. Дурак, честно. Ну, лучше дурак, честно, чем продажный убийца. Вот если бы я отомстил, а деньги не взял, ты меня что, понял? Понял бы. Понял, Серега. И что? Отпустил бы, друг. Ты знаешь ответ. Дружба тут ни при чем.